Продолжаем проходить, ребята, задание мира, и на очереди опять сиядные гурманы и их новый квест. Так, поговорите с Марьям. Что же на этот раз они придумали, давайте увидим это всё. Путешественник, стой, у меня для тебя письмо. Письмо для меня? О, его оставил Суйдун из Ливии. А где он? Этого уж я не знаю. Некоторое время назад он примчался и отдал мне это письмо. Ну что же он сказал? Он сказал непременно передать тебе письмо и даже заплатил мне. Суйдун примчался, почему же он тогда торопился? Неужели это дело рук того негодяя? Сначала прочитаю письмо. Ну ладно, тогда сначала прочтем письмо. Чего, в смысле, это всё что ли? Давайте письмо прочитаем, а там мало ли это всё-таки не конец. Безумство. А вот и письмо, поехали. Путешественник, если ты читаешь это письмо, значит я уже на пути в Фонтейн. Ух ты. Прости, что не успел попрощаться с тобой лично. В качестве извинений я записал рецепты трёх блюд, которые мы готовили, и вложил их в конверт. Сохрани их, не потеряй. Я потратил на них уйму времени. Ты наверняка спросишь, почему я так спешил в Фонтейн. Это долгая история. Ты ещё помнишь Нета из Фонтейна? Он постоянно ходил за мной и просил помочь дать рекламу, а я не обращал на него внимания. Но этому парню всё нипочём. Несмотря на мои многочисленные отказы, он продолжал меня убеждать, каждый раз повышая цену. В конце концов, он сказал, что даст столько, сколько я сам попрошу, если соглашусь помочь. Парвана советовала мне держаться от него подальше и не быть доброй душой. Дядюшка велел не слушать этого злодея, а Джули. Именно она каждый раз прогоняла Нета. Зачем мы начали составлять новый маршрут путешествия? Сначала я планировал вернуться в Льюье, затем по дороге заглянуть в Манштадт. Тем более Джули уже очень давно не была дома, а я всегда хотел попробовать манштадтского вина. Но тут опять явился Нет. Помните этого толстяка? На этот раз он не стал просить меня дать рекламу, а предложил оплатить моё путешествие. Нет сказал, что если нашей следующей с остановкой будет Фонтейн, то он оплатит все наши дальнейшие расходы на путешествие. Ещё он пообещал мне не вмешиваться в наши дела и путь следования после Фонтейна. Ох. Нет, даже заключил с нами длиннющее соглашение. Парвана потратил несколько дней, чтобы внимательно его изучить. В нём особенно подчёркивается, что мы и должны проучаствовать в одном интервью. Всё остальное не вызвало никаких вопросов. Не знаю, что именно нужно этому Нету из Фонтейна, но раз уж он предложил, думаю, почему бы нам не заглянуть в Фонтейн. В общем, мы теперь отправляемся в Фонтейн с Нетом. В присутствии Парваны он точно не сможет выкинуть никакой трюк. А пока с нами дядюшка и Джулия. Нет, ну в смысле не Нет, а в смысле Нет, не захочет напасть на нас. Что до меня? Пока есть время, займусь-ка я рецептами. Если появится возможность, можем встретиться в Фонтейне. Кстати, напоследок отмечу, что я позволил Нету платить за эту поездку Фонтейн. Пока я не разобрался, что он задумал, я не возьму с него ни копейки. Ох ты, слушайте, ну на этом, в принципе, всё прекрасно. Плюс ещё одно задание. Ну что я могу тут сказать? Ребят, красный кнопок под видео. Подписываемся, пишем комментарии, ставим лайк, нажимаем на колокольчик и смотрите все видео до конца. Для меня это очень важно. Увидимся в следующей серии. Пока.